Здравствуйте, уважаемые трейдеры! Мы вновь рады приветствовать вас на информационном канале ИнстаФорекс ТВ. Вы смотрите экономические новости в студии Тахмина Соломова. Ослаблением позиций доллара США сегодня пользуются европейские валюты. В частности, евро смог частично отыграться. График торгового инструмента EURUSD поднялся выше уровня 1.16, прибавив около 1%. Уже сегодня котировка консолидируется вблизи достигнутых значений. При этом макроэкономический фонд сегодня довольно слаб. Германия предоставила данные за июль по изменению объема производственных заказов, зафиксировав меньшее сокращение, чем индикатор предыдущего отчетного периода. Экономисты ожидают выступления члена исполнительного совета ЕЦБ Сабины Лаутеншлегер, однако ее речь вряд ли окажет влияние на дальнейшее движение евро. Британский фонд также воспользовался слабым долларом США, в результате чего пара британский фонд постепенно приближается к отметке 1.2940. Тем не менее, национальная валюта Соединенного Королевства заручилась поддержкой поступивших новостей касательно Brexit. Стало известно, что Великобритания и Германия приняли решение отказаться от некоторых условий, выдвинутых обеими сторонами во время переговоров. Тем не менее, эксперты предполагают, что рост британского фонда – явление краткосрочное, как и у евро, поскольку некоторые официальные представители Германии высказывают свою поддержку в адрес работы Мишеля Барнье. По всей видимости, неопределенность вокруг бракоразводного процесса – это бесконечно мучительный, неподъемный груз для фунта. Стоит отметить, что геополитики подвластны и другая европейская валюта – швейцарский франк. Сегодня график торгового инструмента доллар США-франк демонстрирует очередной откат с максимальной отметки, приближаясь к уровню 0.9690. Тем временем, макроэкономические данные Швейцарии также оказали поддержку национальной валюте. За год экономика выросла во втором квартале на 3,4%, после предыдущего подъема на 2,9%, а также превзойдя прогнозы аналитиков. В поквартальном выражении значение зафиксировало замедление темпов роста с 1% до 0,7%. Эксперты отмечают, что европейские торговые активы на данный момент в неосновательном состоянии. Любая новость извне может оказать воздействие на их дальнейшее движение. Это все к этому часу. Спасибо, что остаетесь с нами на канале ИнстаФорекс ТВ. До встречи!